Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. По просьбам многих я решил воскресить свою рубрику новостей. Так что теперь каждое воскресенье во второй половине дня будут выходить подобные видео, где мы с вами будем смотреть на самые актуальные новости за прошедшую неделю. Ну а перед тем, как мы окунемся в мир новинок, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И самым нажумевшим событием на этой неделе был анонс нового стандарта оперативной памяти. Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции наконец-то утвердил окончательную спецификацию оперативной памяти DDR5. Если сравнивать новинку с DDR4, то новый тип АЗУ принесет нам традиционный рост пропускной способности памяти, понижение энергопотребления и увеличение емкости модулей. Спецификация DDR5 предусматривает выпуск микросхем DRAM с вместимостью 8 ГБ, что позволит создавать модули для настольных компьютеров объемом до 128 ГБ. И в случае серверных планок предельная емкость вырастет аж до 2 ТБ. А эффективная частота новых планок составит рекордные 6400 МГц. Но как и всегда, выпуск DDR5 начнется с менее скоростных планок с частотой 4800 МГц. А по мере совершенствования производства станут доступны и оверклокерские модули DDR5, выходящие за спецификации комитета. В новых модулях DDR5 будет задействовано 288 контактных площадок, как и в памяти типа DDR4. Однако ключи при этом будут расположены иначе, что не позволит случайно установить модуль в неподходящий слон. А напряжение питания новенькой DDR5 уменьшится до 1,1 В. Первые образцы микросхем DDR5 уже сходят с конвейеров ведущих производителей оперативной памяти. А активное использование нового вида ОЗУ скорее всего начнется через год-полтора. Так что скорее всего новые процессоры Zen 3 у AMD и 10-е поколение у Intel станут последними процессорами, которые используют DDR4. Ну а тем временем компания AMD придала официальный статус линейки процессоров Ryzen Threadripper Pro 3000. Новая серия представлена четырьмя моделями с числом ядер от 12 до 64, которые основаны на архитектуре Zen 2. Для всех камней характерна поддержка до 2 ТБ оперативной памяти DDR4-3200, 280 Вт TDP и до 256 МБ L3 кэша. Но к сожалению в розничную продажу ни Ryzen Threadripper Pro 3000, ни материнские платы к ним не поступят. А встретить их можно будет только в рабочих станциях от партнеров AMD. А компания Apple тем временем определилась с производителем своих собственных ARM-процессоров Apple Silicon. И как ни странно, производством ARM-процессоров для будущей мобильной и настольной техники Mac займется тайваньский полупроводниковый гигант TSMC. На данный момент известно, что массовый выпуск чипов Apple Silicon начнется во второй половине 2021 года. Вероятно по передовым 5-нанометровым техпроцессам. Ну а если у Apple все удачно сложится, то компании Intel явно придется попрощаться с одним из своих огромных заказчиков. А в мире материнских плат наконец-то стало известно о выходе новых бюджетников на A520 чипсете для процессоров AMD. В следующем месяце компания AMD выпустит набор системной логики A520. Он будет использоваться в материнских платах начального уровня с официальной поддержкой не только процессоров Zen 2, но и новейших камней на Zen 3. Правда под новое поколение вам все равно придется обновить BIOS. Главным отличием A520 от других чипсетов AMD 500 серии станет отсутствие интерфейса PCI-Express 4.0. А также набор логики AMD A520, ровно как и нынешний A320, не будет поддерживать разгон процессора. Ну а Intel решила апнуть свои младшие процессоры. Изначально линейка Intel Comet Lake S включала в себя три стартовых модели Celeron. G5900T, G5900 и G5920. Это совсем не примечательные процессоры, выполненные по проверенной формуле. Два ядра без гипертрейдинга, два мегабайта кэша L3 и 6,1-я графика. Но между тем в ассортименте британского магазина появились прокачанные Celeron G5925 и G5905. Помимо незначительного роста частоты на 100 МГц, новинки обладают важным преимуществом. А именно объемом кэш-памяти третьего уровня, который был увеличен с 2 МБ до 4. Насколько сильно такой апгрейд повлияет на производительность в играх пока не ясно. Но скорее всего эти процессоры так и останутся в офисном сегменте. Также Intel собралась нам что-то показать в начале осени. Чипмейкер не уточняет о каких именно новинках пойдет речь, но учитывая, что презентация запланирована на 2 сентября, можно с полной уверенностью говорить о предстоящем релизе мобильных процессоров Tiger Lake. Семейство этих процессоров будет основано на 10-нанометровом техпроцессе и микроархитектуре V-Lope Cove, которая принесет как минимум 25% прирост числа выполняемых инструкций за такт относительно Skylake. А тем временем в мире видеокарты блоков питания походу назревает революция. В интернете уже очень много авторитетных изданий утверждает, что грядущие топовые карты NVIDIA обзаведутся новым разъемом питания. Вместо привычных двух 8-контактных разъемов до питания будет использован один 12-штырьковый разъем. Каждый его контакт будет рассчитан на ток 8,5 А, что при напряжении 12 В позволит запитать устройство с потреблением более 600 Вт. Разумеется, что до того момента, как этот 12-контактный разъем будет включен в комплектацию производителями блоков питания, пройдет еще некоторое время. А до этого в коробках с видеокартами должен будет поставляться переходник на привычные разъемы для дополнительного питания. Но официального подтверждения информации о новом разъеме пока что нет. Так что остается надеяться, что NVIDIA не заставится их менять блоки питания и колхозить переходники, а установит привычные всем 8-пиновые разъемы. А вы напишите в комментариях, готовы ли вы переходить на новый разъем до питания или нет. Ну а видеокарта нынешнего поколения NVIDIA потихоньку отправляется на покой. Стало известно, что тайваньский чипмейкер TSMC уже готовится прекратить выпуск старших чипов Turing TU-102, TU-104 и TU-106. В ближайшие недели видеокартам GeForce RTX 2070, 2070 Super, 2080 Super и 2080 Ti будет присвоен статус End of Life, что означает исчезновение их из магазинов в ближайшее время. Однако это будет происходить по мере исчерпания складских запасов. Но учитывая, что в GeForce RTX 2060 и 2060 Super используются отбракованные ядра от старших моделей, то выпуск этих видеокарт скорее всего продлится немного дольше. Ну а видеокартам серии GTX это пока не клеоризит, так как их старшие братья появятся не раньше следующего года. Также на этой неделе компания AMD выпустила новую версию драйвера для своих видеокарт Radeon Adrenaline 27.2, который призван повысить производительность в Death Stranding. Сообщается о 8% прироста FPS на видеокартах RX 5700. Так что не забудьте обновить драйвера перед игрой в шедевр от Кодзимы, если у вас конечно стоит видеокарта от AMD. Ну и давайте немного поговорим об игровых новостях. Компания Ubisoft на этой неделе провела свою конференцию, на которой показала свои новые игры. Самыми примечательными из них стали Watch Dogs Legion, Far Cry 6 и новая часть Assassin's Creed Valhalla. В новом ролике Watch Dogs Legion нам показали, как одну и ту же миссию можно проходить за разных захваченных героев, десятками разных способов. На видео были показаны охранник, наемный убийца, хакер и строитель. Если честно, то это очень сильно напоминает киберпанк, с его возможностями проходить миссию разными способами. А выйдет Watch Dogs уже 29 октября 2020 года. А новенький Far Cry 6 перенесет геймеров на остров Яра, где правит диктатор Антон Кастильо со своим преданным сыном Диего. Положительным героем новой истории станет местный житель Дэнни Рохас, который не пожелает оставаться под властью тирана и устроит революцию на острове, и в его столице, городе Эсперансе. Нам обещают несколько стилей игры, например, открытое противостояние или полный стелс, уникальные пушки, новые виды оружия и транспорта, включая даже лошадь и танк, а также компаньонов героя в виде различных животных. Новый Far Cry 6 выйдет в начале следующего года, а именно 18 февраля. А в Assassin's Creed Valhalla вам предстоит стать вождем викингов Эйвором, который введет свой народ на захват новых земель на Британских островах. Нам обещают детальное изучение мира с использованием различного транспорта, включая лодки и лошади. А между героем его с подвижниками и врагами будут периодически разгораться конфликты и серьезные стычки, масштабные битвы, осады и захваты. Во всех этих противоборствах геймеры смогут принять непосредственное участие. Помимо этого в игре будут битвы с боссами, флирт, рейды, союзники, осады, загадки и прочие активности. Создатели обещают, что в завязке истории будет много интересных деталей и моментов, которые, как они надеются, вернут в серию фанатов первых частей. Assassin's Creed Valhalla выйдет 17 ноября 2020 года. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Не забудьте поддержать эту рубрику лайком, а я хочу вам напомнить, что вы всегда можете задать мне абсолютно любой интересующий вас вопрос про компьютеры в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!